Город грязный и люди просят помощи у чиновников мэрии. Граждане готовы сами помочь в уборке мегаполиса. Сегодня состоялась прямая линия на тему обращения с отходами производства и потребления. О чем говорили, расскажет подробнее Дарья Слепнева. Несанкционированных свалок в Новосибирске и области сотни. Все они проинспектированы и внесены в реестр экологической карты России. Однако вопрос о том, как скоро их устранят, до сих пор остается открытым. На ликвидацию подобных скоплений мусора выделено 24 миллиона рублей. Однако, по словам экспертов, наряду со свалками у Новосибирска есть и другие экологические проблемы. Основная проблема, которая существует и которую граждане сами обозначили в своих многочисленных обращениях, это селективный сбор отходов. Селективный сбор отходов, раздельный сбор отходов, отделение от твердых коммунальных отходов, от основной массы отходов, которые могут быть запущены во вторичную переработку. Пока одни жители Новосибирска пытаются научиться сортировать мусор, другие создают инициативные группы по приведению в порядок прибрежной зоны Аби. Хотят наказать виновных в закорезнении берега. Просят помощи и содействия. На благоустройство берегов и водоемов мэрия готова выделить дополнительные средства по грантовой системе. Этой возможностью также заинтересовались горожане. Буквально только один-два вопроса требуют у нас проработки, и мы свяжемся с заявителем, я думаю, на следующей неделе, в начале недели. Мы свяжемся и дадим им расширенный ответ. Однако, по мнению специалистов, свалки – проблема культуры и поведения жителей города. Горожане, хотелось бы к ним обратиться, конечно, чтобы после себя впирали ту же бутылку пластиковую, донесли до какой-то емкости. Сейчас вот на пляжах расставляют емкости для сбора отходов, чтобы не выбрасывали. Представляли, что они приедут сюда же завтра же. Проблему несанкционированных свалок мусора в городе решают ежегодно после схода снега. Формируют задания, определяют объем, территорию и находят подрядчика. Дарья Слепнева, Василий Тополев. Новости ОТС.